Доплавающая дичь самая доступная и популярная добыча охотников. В этом году сезон охоты открывается официально сегодня 11 мая. В связи с этим сегодня в нашей студии гостит заместитель министра охраны природы Республики Саха-Якутия Николай Васильевич Дадохов. Доброе утро Николай Васильевич. Доброе утро. Ну каковы сроки охоты на весну 2017? Ну как вы уже сказали, сегодня не числа, уже ночью в 12 часов открыта охота на водоплавающую дичь. Официально можно было выехать. Прямо с 12 часов, да? Да, в 12 часов сегодня ночью была открыта охота на водоплавающую дичь. У нас очень много охотников в Республике, более 90 тысяч. Они с нетерпением ждут окончания этой холодной нашей долгой зимы. И с нетерпением ждут долгожданный сезон охоты на водоплавающую дичь. Сами, наверное, знаете. Заранее готовят рюкзаки, заранее закупают манки, все предусматривают, все готовят. И вот вчера они уже, наверное, выехали. И сейчас некоторые уже сидят в скотках, некоторые уже свою водку добыли. И сейчас, наверное, самый разгар охоты начинается у нас. Я действительно в социальных сетях вчера не один раз видел собранные рюкзаки у наших звезд различных якутских. И пишет, когда же приедет машина за мной, уже не в терпении, видать, в предвкушении, пока дорога как раз подъедет. И вот уже 12 часов наступит. А вот те люди, которые действительно этим занимаются, правильно, да, с правовой точки зрения, они все имеют документы, различные разрешения. Если у себя охотник уже давно получил разрешение. Да, конечно. О каких документах вообще речь идет? Те, кто вдруг не знает, может быть, задумался. Возвольство охоты на водоплавающую дичь требует, конечно, разрешения, во-первых, да. И охотничий билет, это охотничий билет единого федерального образца, который выдает управление охотой Министерства охраны природы по адресу Курашова, 30-1. И еще, если люди охотятся, охотники охотятся в охот-угодии, охот-пользователи, тогда они должны получать еще у них путевку. И, соответственно, разрешение на оружие обязательно должно быть. Ну, без этого никак. Рейдовые мероприятия постоянно идут до сезона, во время сезона и после сезона. Поэтому всем охотникам нужно иметь все документы, разрешающие охоту на водоплавающую дичь. Ну, что грозит за отсутствие документов? Ну, конечно, если до сроков охоты, то обязательно изымается ружье. Сразу же на месте, да? Все на месте изымается ружье, составляется протокол. И дело направляется в суд. Можно лишиться охоты на год, на два. Вот такие санкции. Поэтому лучше соблюдать все сроки и правила охоты. Как мне кажется, все-таки не только все, что связано с охотой, а вообще в целом, у нас люди стали более дисциплинированы. И, мне кажется, меньше стало нарушений. Да, это правильно подметили. С каждым годом грамотность и дисциплинированность охотника повышается. Все они уже знают, какие сроки охоты, когда и на кого можно охотиться. Поэтому стараются в основном это соблюдать правила. Но есть и отдаленные деревни, откуда невозможно даже приехать, районный центр. Вот темы вот еще как-то по-старинному ходят без разрешения. А в основном, кто имеет доступ к Министерству охраны, может доехать до комитета охраны районных. Все постараются получать разрешение на охоту. Ну, какие основные правила охоты, помимо имения документов? Ну, в весенний период основные правила охоты это охота разрешается только на селезне. Уток не надо стрелять. У нас-то принято охотиться в основном с манками, в защитках. И еще мы раньше охотились еще с подхода, но это теперь запрещается. Запрещается охота с транспортных сверстов, двигающихся с моторной лодки, на машине. Поэтому просим всех охотников соблюдать традиции, правила охоты. Тогда все, сезон охоты будет нормальный, и все будут с добычей. А каковы сроки действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов? Ну, сроки охоты в разных районах, например, в южных и центральных районах, начинаются с 11 мая и до 20 мая. И начинается в Вилюйских районах, с Горного, Вилюйский, Верхнебилюйский, Небринский, Сунтарский. Охота начинается с 14 мая по 23 мая. Сроки разные, потому что у нас зональность республики очень большая. Если на юго у нас тепло, на севере уже еще минусовые градусы стоят, утка еще не долетела до них. Николай Васильевич, вы до эфира сказали, что какие-то изменения произошли в законе о госпошлине. Да. Если раньше мы выдавали разрешение осенью, выдавали на водоплавающую и на осенний сезон, и на весенний сезон, то в конце прошлого года вышел приказ Министерства природных ресурсов о том, что госпошлина должна уже оплачиваться по каждому сроку отдельно. Значит, если мы берем в центральных районах, то госпошлина одна может быть. Но если сроки уже другие с 14 по 23 мая, то уже надо другую госпошлину платить и получать разрешение на те районы, у которых сроки разные. По видам охоты тоже так же получается. На Боровую и Дичь у нас сроки разные с водоплавающей, поэтому госпошлина тоже отдельно должна быть. А размер большой вообще госпошлины? А? Размер госпошлины? Размер госпошлины 650 рублей. Большое спасибо. Что ж, спасибо за такую достоверную, очень правильную информацию, Николай Васильевич. Спасибо, что пришли. Ждем в нашей студии вас еще.